Родители Коголымских школьников теперь будут софинансировать обеды своих детей. С нового года питание в школьных столовых для пятых-одиннадцатых классов подорожает. Теперь за каждый завтрак нужно будет доплатить около 80 рублей. Еще столько же выделит город. Сейчас все школьников кормят бесплатно. Платит за младших школьников город, округ, но большая часть денег выделяется из федерального бюджета. Кабинат общественного питания уже представил новое меню на будущий год. Если его одобрят, то там появятся бургеры. Добавлю, что усиленное питание, то есть двухразовое, сегодня получает льготная категория учащихся. Всех параллелей без исключения. У нас очень много семей очень отрадных. Многодетных – это одна из категорий. У нас есть дети из малообеспеченных семей. Это дети-инвалиды, дети с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. Ну и вот сейчас добавилась еще одна категория в связи с изменениями в политической ситуации страны. То есть это дети, у кого один из родителей мобилизован в ряды вооруженных сил. Они не платили раньше, платил только муниципалитет. Сейчас родители устанавливали, то есть могли по желанию доплачивать за питание, и тогда ребенок получал дополнительное питание. А сейчас при желании, чтобы ребенок питался, то есть наша обязанность создать условия для организации питания, все условия созданы, и мы предлагаем родителям выступать софинансированием питания для того, чтобы увеличить сумму на питание. Для школьников из Белоярского района устроили двухдневный экскурсионный тур. Путешествие проходило в основном по районному центру. Оно так и называется – эксклюзивный Белоярский. С начала проекта в нем приняли участие три сотни школьников. Кроме посещения интересных мест для детей, организовали проживание в отеле и четверхразовое питание. В расположенном рядом от оккультурном центре участники знакомились с культурой коренных северных народов. Кроме того, они прошли по экологической тропе «Тайные загадки» озера Светлого, природного парка Нумто. Побывали в Каворкинг-Чуме. Познакомились с обитателями конного клуба «Северный ветер». Двухдневный тур для детей эксклюзивный Белоярский организовал ресурсный центр креативных и этнографических кластеров. Белоярские школьники пятых-девятых классов имеют возможность посетить тур за счет средств социальных сертификатов без родительской доплаты. Мне все очень сильно понравилось. Больше всего мне понравилось, что нам предоставят такую возможность пережить, так сказать, традиции нашего народа. Все очень сильно вкусно кормят. В общем-то, все понравилось. Больше всего мне запомнилось, как мы катались на лошадях. Быстро, хорошо. И вот вся вот эта вот программа мне тоже понравилась, особенно вот этот музей. Жители Коголыма запутались в контейнерах для мусора. Их ошибки приходилось исправлять коммунальщикам. Дело в том, что большие на 8 кубометров бункеры не предназначены для пищевых отходов. В них нужно выбрасывать исключительно крупногабаритные предметы. Мебель, сантехнику, большие бытовые приборы. Но иногда происходит путаница. И коголымчане забрасывают туда пакеты со скоропорчащимися содержимым. Ледом оно гниет и пахнет. Поэтому коммунальщики самостоятельно пересортировывают отходы. Их ждут, когда жители Коголыма начнут ответственно относиться к ТБО. То есть это однокубовые контейнеры обычные. А это бункеры. Но они предназначены для большого крупногабаритного мусора. Какого как? Ну, мебель старая, оконные рамы. Все, что там, скажем так, позволено по некоторым регламентам вывозить с таких точек.